Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как мы ставили уши нашей собаки, породы канекорса, Дерекунос Трофперансе. Вот он, красавец, с такими ушами Дерами. Музыка Об этом методе мы узнали у одного из наших тренеров. Когда у нас была проблема с постановкой ушей, ушки мы купировали в детстве, потом их замотали скотчем вот так, вы знаете как. И через два дня мы увидели, что из-под этих ушки сочится сукровица, и они имеют какой-то неестественный вид. Естественно мы сразу сняли эти все обертки, вместе с шерстью они сползли, и несколько дней лечили мазью. После этого одно ушко у нас как бы стояло, а второе ушко вот так висело. И увидев данную проблему, нам тренер посоветовал взять пенопласт, и при помощи пенопласта и клея, приклеить лучше. Значит пенопласт я специально взял нескольких видов, чтобы вы увидели, какой подходит, какой не подходит. Значит вот такой полистый пенопласт, которым оборачивается техника в коробках, и который имеет очень большую толщину шарика, он не подходит, потому что он ломкий, и с него вырезать что-нибудь не получится. Надо брать очень плотный пенопластик, вот я кусочек нашел, и мы смотрим какое нам ушко надо, и вырезаем шаблон. Вырезаем шаблон по уху в таком виде, в каком нам необходимо, чтобы ушко стояло. Вот мы его аккуратненько так подрезаем, и в результате у нас получится шаблончик, который мы хотим придать по форме ушка. Который мы вот сюда вставляем, и клеим на клею, сейчас я покажу какой клей. Мы берем клей, который быстро клеит, в таких тюбиках, или маленькие тюбики суперклея, которые быстро схватываются. Мажем на ушко, клей-момент называется, клей-момент, да, или секунда. Мажем на пенопласт, и подклеиваем вот так на ушко, и все, и он так ходит. Обязательное условие следить, чтобы пенопласт был постоянно в ухе. Он может ножкой почухать, убрать, он может отпасть, потому что волосики растут, и через какое-то время начинается отторжение. Нам посоветовали клей найти, который безвредный для кожи, но мы такой не нашли, и пользовались тем клеем, который в большом изобилии находится на всех рынках СНГ. Кроме этого, ежедневный массажик хрящиков. И через буквально месяц куха у нас встала. Все зависит от количества зубов хряща, которые получились при производстве операции. Вот, ребята, я вам все рассказал, заложу еще там видео, в которых старые видно, какие были лучшие, какие стали. Пользуйтесь жизнью словами. Раз Бог вам поправ. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok